Для чего вообще нам нужны вот эти 10 дизайнов, с помощью которых мы пытаемся что-то освоить? Смотрите, эти 10 дизайнов это всего-навсего тренажеры, на которых вы учитесь понимать плоскости, на которых вы учитесь понимать, что такое диаграмма, и вы учитесь понимать, как ваше тело привязывается к диаграмме для того, чтобы построить грамотную плоскость. Все конструкции состоят из плоскостей, плоскостей, да, совершенно плоских или слегка объемных. У нас не бывает таких жестких кругов в силуэтах. Вы заметили, да? Почему? Потому что мы строим все силуэты по какой конструкции? На чем мы строим? На костной структуре человека. Есть ли у человека вот такие силуэты? Нет. Голова имеет вот такое естественное движение, да, то есть как бы она слегка круглая. Мы можем назвать это плоско-круглая. Поэтому мы работаем только или с такой, с таким силуэтом, да, или с такой плоскостью. Эти диаграммы, эти фундаментальные дизайны учат вас понимать, как позиционировать плоскости в самом примитивном формате. Когда вы научитесь понимать это, то эти тренажеры выведут вас уже в перформанс, да, где вы сможете создавать различные дизайны, любые, какие хотите. Вы сможете эти плоскости между собой комбинировать. Вы сможете одну плоскость переводить в окружность. Или вы сможете треугольную геометрию переводить в квадратную лицо. То есть вы будете создавать множественные, разнообразные дизайны. Простые, сложные. Что такое простой дизайн? Самый простой – это фундаментальный. В нем минимальное количество элементов. Более сложный, то есть мы называем его простым комбинированием, это когда добавляется третий элемент. Здесь всего два. Или вообще один. Линия – это всего лишь один элемент. Это линия. И она может быть с трех геометрией, да? Затем дальше, например, слои мы построили. Это уже комбинированная форма, правильно? Там есть линия. Там уже две техники. Слои. И там может быть две геометрии. Может быть геометрия линии квадратная, а геометрия слоев треугольная. Получилось, что мы скомбинировали две геометрии уже. Вы уже комбинируете. Даже не осознавая. Да? А простое комбинирование салонное – это когда уже добавляется третий элемент. Вот это уже простое салонное комбинирование. То есть мы выходим, например, из треугольной градуировки в квадратную градуировку на лице. Затем создаем здесь технику… У нас две геометрии, да? Следите за моей мыслью. Затем, например, мы выходим из техники градуировки, до градуировки в технику слои. Но у нас всегда дизайн оформлен на линии. На линии может быть квадратный силуэт, а может быть треугольный. Видите, уже больше элементов пошло. Но этот дизайн в симметрии построен. Значит, это простое салонное комбинирование. Три элемента уже присутствуют, но симметрия никуда не ушла. Симметрия есть. Это салонное простое комбинирование. Более сложное комбинирование – это когда у вас появляется мало того, что три элемента, но еще и асимметрия. Понимаете, да? Это уже сложнее. Понимаете, как можно, не зная фундамента, сразу скакануть куда-то в сложность какую-то. То есть, если вы не понимаете, как построить просто треугольную геометрию в балансе, сможете ли вы построить, скомбинировать ее с квадратами, если вы еще не научились ее строить. Понимаете, теперь смысл, работы с дизайном. Это тренажеры, которые научат вас работать креативно потом, впоследствии. А что такое креативная форма? Это когда три элемента соединяются с асимметрией, плюс добавляется несъединенная зона. Все. Это креативный дизайн. Сможете ли вы построить креативный дизайн, если вы не проработали фундамент? Затем простое комбинирование, затем сложное комбинирование, и только потом креативный фонд. Возможно ли с ними начинать? А как у нас в системе образования все происходит? Все пошли на креативный тренинг. Отрабатывать креативный фонд. Что вы там отрабатываете? Вы понимаете? Тренер, который вас учит, сам не понимает. Получается, что слепой ведет слепого. В лучшем случае вы пришли к человеку, кто понимает. Тогда вы просто вдохновитесь и посмотрите, как это можно делать. И пойдете домой изучать фундамент, чтобы научиться это делать. Разбиваю ваши стереотипы немножко, да? Потому что вас учили не вверх. Поэтому, к сожалению, многие проработали много лет, и до сих пор получится на месте, и приходится где-то что-то искать, какую-то информацию, чтобы как-то поправить ситуацию. Так вот, когда вы изучили фундамент, вам больше не нужно будет поправлять ситуацию, искать. Вы будете просто развиваться дальше, начнете комбинировать его, потом добавите асимметрию, потом добавите несведенную зону, и вы сами себя научите строить креативный дизайн. Никто вас не научит строить. Это невозможно. Человека научить строить креативный дизайн нереально, невозможно. Это все равно, что человека, который никогда не играл за пианино, научить строить, научить играть, придумывать, сочинять музыку. Он же не знает фундамента, как он может сочинить музыку. Он может просто потыкать по клавишам, и что-то произойдет. Какая-то мелодия же родится, правильно? Но будет ли она мелодией настоящей гармонии? Будет ли она? Не будет, правда? Смотрите, вернулись к квадратной градировке. Квадратная градировка научит вас контролировать построение плоскости с элевацией. В градировке элевация и ее угол не меняются. Вы знаете, что не меняется угол? То есть, если мы выбрали один угол, мы с этим углом будем подниматься наверх. Только так мы сможем построить плоскость. Наблюдайте за краем моей руки. Строится плоскость. А если я меняю угол элевации, строится плоскость. Круг строится, правильно? Уже плоскость начинает изгибаться и происходит стремление веса к центру этого изгиба. Градуировка – это чистая плоскость. Квадратная градировка – это внешняя градировка. То есть, она находится ниже горизонтальной линии, внизу. Значит, элевация на ней минимальная. Значит, какой пробор мы будем использовать? Мы сейчас учимся логически мыслить. Как мы строим конструкцию и дизайн? Я вас буду направлять. Каким пробором будем строить? Вертикальный или горизонтальный? Горизонтальный. Горизонтальный. Конечно, горизонтальный. Тяжелый вес – горизонтальный пробор. Легкий вес – вертикальный пробор. Логично? Почему мы не можем построить тяжелый вес с вертикальным пробором? Наше тело нам не позволит это сделать. Нам он так будет сделать. Да? А если у нас плоскость широкая, вес высокий, сможем ли мы построить через горизонтальный пробор? Нет. Тело тоже не позволит нам это сделать. Поэтому мы переворачиваемся вертикально и строим вертикально, чтобы тело было всегда прямым. Как только искривляется тело, в школе вас учили когда-нибудь? Положи перед собой тетрадку и пиши перед собой. Не искривляй тело. Сиди прямо. Подними стул так, чтобы у тебя были руки на уровне груди или чуть ниже. Зачем нас научили? Нам прививали навык, что мы должны научиться пользоваться своим телом. Вот мы в тело вошли, когда рождались, и теперь мы учимся им пользоваться. И если мы не будем им пользоваться, то все будет криво и косо. Поэтому мы всегда должны центр тела использовать. И все формы зацентрованы на центре тела. Вы уже поняли по линии, по слоям. Видите, как происходит все? Так же ли происходит в балете? Так же ли происходит в спорте? Соглашайте со мной. Если не соглашаешь, я же. Так же ли происходит в рисовании? Так же ли происходит в игре на пианино? Так же ли происходит в игре на гитаре? Все то же самое. Мы не можем работать и строить форму, если мы не по центру. Если это гончарное дело, так происходит. То есть мы кладем кусок глины, садимся перед этим куском глины, не где-то сбоку и начинаем там что-то делать, а прямо перед этим куском глины. Руки у нас перед нами всегда. Во всем так. Замечали? Почему в нашей профессии не так? Почему? Кто вас научил так делать? Что вы встаете как в боках и начинаете что-то строить здесь, а стоять вообще в другом месте? Там больше творчества. Там больше творчества, да. Растяжка. Внутренняя йога. Но только она однобокая получается. Состану, я считаю, это более творческий факт. Вот смотрите, да, то есть вас научили неверно. Тот, кто вас научил, их научили неверно. И тех, кто научил этих, их научили неверно, они думают, что они учат верно. Их так научили. Понимаете? Их вины в этом нет. Их вины в этом нет. И оружие вина живет. Есть вина маленького ребенка, которому 5 лет, который ходит просто, например, по песочнице и матом ругается. Есть его вина? Вина кого? Кто его научил? Родители. Там папа с мамой. Ты, Марка, да. А ребенок рядом стоит. И он это копирует. Но вы точно так же, вы же когда обучаемся, мы просто копируем того, кто нам является примером. Мы копируем, мы потом это передаем дальше. И вот это искажение, кривое, еще больше искажается с каждым разом. Теперь нам надо вернуться назад, в истоки. И все начать сначала. Поэтому на вас лежит большая ответственность. Если вы начнете заниматься, вы действительно сможете исправить вашу профессию, помочь нам, чем мы занимаемся, в нашей голосовке, ее исправить.